Всех рада приветствовать на своём канале. Рабочий день у меня закончился, я позанималась и сижу на балконе, отдыхаю. Наконец-то появилось солнце и вроде как тепло, потому что до этого у меня даже не было настроения что-то снимать, что-то выкладывать. Выкладывала такие какие-то ролики, ездили на Камское море, ходили на Сабанту и вот что-то в этом роде. Года нет, было жутко холодно, я буквально до 20 июня, наверное, не могла снять шапку, капюшон. Всё время какой-то ветер, холодрыга, в общем, как-то так. Сегодня покажу вам, что я заказала во вкусфиле и также поделюсь вариантом вкусного супчика. Из последних новостей, у мужа был день рождения, подарили ему наушники, чуть позже покажу. Ему, кстати, было 35 лет уже. В принципе, отмечали дома, делали роллы, спокойно, тихо посидели. Наверное, мы постарели в этом плане, потому что куда-то идти там не хотелось. Сидим на балкончике, кайфуем и повесили шторы. Вот такая красота получилась. Шторы очень лёгкие, мы их не подшивали. Они из-за льна, и мне кажется, если их постирать, то они сядут. Конечно, может быть, не настолько, насколько они лежат на полу, но всё же. Не знаю, мне кажется, когда шторы вот так лежат, не подшиты, это создаёт какую-то особую атмосферу. Они какие-то более лёгкие, воздушные. Ну, мне очень нравятся эти шторы. Они не супер-пупер такие плотные. Солнце вот если вот здесь посмотреть, в принципе, просвечивает. Ну, мне кажется, это самый оптимальный вариант штор. На балкон. И, кстати говоря, я их опрыскивала, наверное, два раза. И мне кажется, что они более-менее вытянулись. Таких каких-то заломов, которые были, когда они приехали, и мы их только что повесили. Таких заломов, конечно, уже нет. Нет. И вот травка моя распушилась, как будто бы ещё больше. Вот такая вот красота. Во днях потекла стиралка очень сильно. И вот мы открыли верхнюю крышку, и тут, прикиньте, булыжник. Я вообще не знала. И он там не один. Вот этот огромный камень. Я думаю, почему стиралка такая тяжёлая? Оказывается, вот почему. Потому что кроме вот этого камня и трёх проводков, там, в принципе, больше ничего такого тяжёлого нет. Помощник. Ну, давайте попробуем, открутим. Короче, мы так долго мучились с этой машинкой. Там нужно было, скорее всего, промазать вот этот бак внутренний, откуда порошок разбрызгивается. Там что-то такое. Я не очень понимаю, честно говоря, как это правильно назвать. И решили вытащить вот этот бак, куда заливается моющее средство. И не могли его долго вытащить. Оказалось, там посередине, куда заливается кондиционер, есть такая кнопочка. На неё нажимаешь, и вот этот отсек выходит. Пришлось пересмотреть видео на ютубе, потому что мы ни разу за почти сколько лет? Восемь лет ни разу ничего не доставали, никакие фильтра не чистили. И в этот раз, когда случился этот небольшой потоп, мужа ещё не было, он был на работе, и я одна, я не знаю, то ли вырубать эту машинку, то ли дать ей достираться, то ли лужу вытирать. В общем, я просто пошла в туалет, не включила свет и вляпалась в эту лужу. Я чувствую, что что-то не то. Включая свет, а там мини-озеро просто из воды, и причём непонятно, откуда течёт, как будто бы со дна. Из чего мы сделали вывод, что как раз вот этот бак, где моющее средство поступает в машинку, вот как раз из него, как говорят мастера, из него протекает. Не знаю, ещё не пробовали после того, как сделали. Не пробовали включать, но, наверное, на днях включим. Одна дома боюсь включать машинку, думаю, опять вдруг что-нибудь прорвёт, и что я буду делать, куда бежать. Поэтому решила дождаться, когда, может, будет выходной. Включим стирку и проверим, как это всё у нас теперь работает. Так, приехали продукты из Кусвилла. К нам завтра придут гости. Будем делать шашлык. Поэтому купила всё, что мне, в принципе, необходимо, по минимуму, потому что к шашлыку, в принципе, хорошо идут какие-то овощи, салатики. Вот морковь по-корейски. Упаковки на всякий случай, мало ли, не хватит. Салат Айсберг. Вот он вышел на 69 рублей, буду делать салат. Так, черри помидоры. У меня там две упаковки есть, но я думаю, этого мало. Так, получается бекон. Кстати, мне сказала, черри стоит 179 рублей. А салат по-корейски 100 рублей за упаковку. Бекон 229 рублей. За 300 рублей взяла вот такой сыр пармезан. Говорят, очень вкусный. Он молодой. И говорят, что он мягкий на нарезку. Очень интересно будет попробовать. И вот такие сырные палочки в салагуни. Тоже, говорят, вкусные. Я их как-нибудь нарежу на закуску. Так, сметану для соуса белого. И получается на 150 рублей почти полтора килограмма молодой картошки. Вот такие покупки у меня на сегодня. Решила приготовить новый турецкий супчик. И в сковороде у меня сливочное масло. Добавляю туда овощи. У меня болгарский перец замороженный, лук, морковь. Немного сахара нужно добавить, чтобы овощи закарамелизировались. Также любые специи. И также я поставила воду. Полтора литра, чтобы она пока кипятилась. Пока я готовлю вот эту начинку. В овощную смесь добавляю буквально одну-две ложки томатной пасты. Все тщательно перемешиваю. Вот у меня зажарка уже вот такого красивого цвета. Приятный аромат от мяты. Мяты у меня была в турецких специях. И до этого я мяты ни в какие блюда не добавляла. Но говорят, что оно хорошо сочетается с рыбой. А вот с мясом мне почему-то не очень нравится. Хотя мне кажется, цирки добавляют ее вообще везде. Добавлю немного замороженной зелени. У меня есть укроп. У меня на полтора литра воды 100 грамм чечевицы красной. И получается 1 столовая ложка риса и 1 столовая ложка булгура. Немножко вот так обжариваю. Сюда, кстати, также можно, я думаю, добавить картошку. Или что-то еще, что вы любите. Но я добавлять не буду. Я просто вот эту вот начинку все добавлю в кипящую воду. И буквально 15-20 минут до готовности крупы буду отварить этот суп. Заключаю. Вот такая красота невероятная. Просто аромат приятный. Мне кажется, я бы уже как кашу съела, потому что я обожаю красную чечевицу. И часто готовлю из нее кашу. Иногда с фаршем, иногда без. И нам с мужем очень нравится. Хотя, кто бы мог подумать, чечевица, скажи мне, еще 5 лет назад или 10. Я бы сказала, что с ума сошли. Я в жизни не буду есть эту чечевицу. Потому что как-то я ее попробовала, и она мне вообще не зашла. А потом, когда сама уже приготовила, мне так понравилось. Причем не мне одной. Жду, когда закипит вода, чтобы отправить туда мою смесь. Количество крупы можно регулировать. Можно добавить чуть больше, чтобы, соответственно, суп был густой. Но мы густой не очень любим. Но мне кажется, это будет такой средний суп. Не густой, не жидкий. Что-то как раз то, что я люблю. Посмотрим. Если что, просто добавлю еще немного воды. И тем самым суп разбавлю. Мяса у меня все равно здесь нет. И, в принципе, вода начинает закипать. Я сюда отправляю мою мочинку. Обратите внимание, какой красивый просто рульон. Прям такой аппетитный цвет. И зелень здесь, и чечевица. Суп получился довольно-таки жидким пока. Но мне кажется, чечевица разварится. И будет самое оно. Пусть лучше он будет жиденький. Сейчас вода закипит. И я накрою суп крышечкой. Буквально на 15-20 минут оставлю. На средней мощности, чтобы крупа доготовилась. Показываю наушники. Они вот такой в армейской тематике. Это геймерские наушники. Специально для приставки 4. И, в принципе, мы попробовали. Звучание у них такое классное. Даже подпрыгиваешь от каких-то неожиданных моментов. Тут также можно онлайн играть. Переговариваться с кем-то. В общем, вот такие огромные. Муж сказал, очень классные наушники. Вот. В общем, я считаю эту покупку бесполезной. Ну, как по мне, это наушники. Мне они точно не нужны. Я, например, хочу себе Dyson Styler. И мужу, наверное, этот подарок тоже покажется бесполезным. Поэтому обычно на дни рождения мы не отговариваем кого-то от покупки. Или там не советуем, не толкаем что-то своё, а покупаем то, кто что хочет. Такое домашнее видео у меня сегодня получилось. Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.